5 августа без 10 5 утра идем на скалы ленца ставить лайк и ночевать там высота 4 тысячи вершина вот вверху черные точечки это и есть скалы ленца солнце зашло счет облака интересно наши сзади я уже запарился сейчас надо будет снимать куртку ну вот такой склон дальше там будет круче вот ручейки до сих пор бегут хотя это называется прошло еще вот дошел до первой трещины вертикально идущие обычно не горизонтальные глубину я не вижу отсюда солнце зашло одел свои очки сварочные стекла мы с бати вырезали специально потому что родные там были очень темные прошло 45 минут подъема я уже под задолбался минут пять назад прошел наверное трещину про которую мы очень стрёмное место сейчас утро все подмершее прошлось нормально вот впереди еще одна какая-то трещина не знаю сейчас подойду поближе поглядим наверное уже надо что-то на лицо одевать чтобы не обгореть потому что солнце тут жестокое можно сгореть александр ходил сгорел дико лицо просто коросами покрылась похож как человек больной проказой вирусом Эбола и еще чем-то все вместе взяты блин даже внешние стороны кистей обгорели тоже коросты все потресканные выглядит страшно да действительно это трещина сейчас поближе подойду да вот это это самая страшная трещина сейчас как-то внутрь не знаю что там видно вот такая она широкая и вот это вот мостик по которому надо пройти кто-то ходил надеюсь еще видно что там внизу чуть-чуть упал извиняюсь за ненормативную лексику зацепился кошками фух прошел все вроде бы больше такой фиги не должно быть все шпарим дальше вот так выглядит эта трещина и мостик на ней с другого ракурса это фотография той вертикальной трещины которая идет параллельно тропе сделанная через 10 дней после того как мы там прошли чтобы лицо не обгорало сделаем вот такую повязочку крем от загара это для девчонок у нас все по хардкору полтора часа в пути вот такая панорама тут я говорил какие-то умные слова но поднявшийся ветер заглушил всю мою речь догадываюсь что я рассказывал об этом месте это так называемый поворот с установленным здесь в качестве монумента шасси от вертолета как же оно здесь взялось в результате балбесничества некоторых пилотов в 2010 году которые хлопнули вертолет Ми-8 на высоте 4800 этот вертолет пролежал там полтора года служа укрытием для альпинистов и будучи просто достопримечательностью позднее был подразобран и грузовым вертолетом Ми-26 его оттуда сняли а какие-то очень энергичные энтузиасты умудрились притащить это шасси сюда вот такой наклон здесь 45 наверное может чуть больше даже это вот нижние скалы Ленца кажется недалеко ну хрен его сколько тут еще минут 5 наверное идти до них немножко такая панорама наша там где-то сзади добрался до нашего лагеря будущего скалы Ленца где-то между нижними и верхними высота вроде бы 4600 вот это я так понимаю будет место для моей палатки тут надо будет чуть-чуть почистить снег может быть чуть-чуть возвести стену из камней вот такой вид мы где-то надо облаками вот тут уже стоит две палатки чьих-то не наших вот Санек чистит место для палатки помаши ручкой Санек вас снимает да на высоте она работает очень весело есть конечно тут свои плюсы во-первых нет облаков поэтому светит солнце оно будет тут светить почти постоянно облакам все внизу собирается второй плюс не будет дождя тут будет снег но есть свои минусы здесь будет очень большой дубак вроде бы ночью минус 10 у меня спальник температура комфортная плюс 10 то это будет какой-то трэш ну и ветер тут тоже ну ладно буду заниматься расчисткой и установкой палатки все палатку поставил вот такой вид из палатки над облаками точнее они поднимаются и возможно скоро к нам придут кстати вот это вот когда кошкой зацепился порвал не знаю зачем эти гамаши отделал вроде бы не понадобились пока что по крайней мере вот Андрей ставит палатку эти люди тут три дня ночевали сейчас собираются вверх идти вот там два Саши поставились вот моя палатка сюда дошел за 3 часа 15 минут кстати классный вид вниз Андрей после установки палатки сбегал еще на 100 метров вверх для лучшей акклиматизации и оттуда с высоты запечатлел наш лагерь облака таки остались свисеть внизу выше они не поднимались весь день светило солнце в тени был минус вода замерзала но палатка на солнце нагревалась очень сильно наконец-то я снял с себя все лишние вещи в палатке я находился в одной футболке и даже приходилось вход в палатку оставлять наполовину открытым потому что иначе находиться в палатке было просто невозможно ну и напоследок несколько слов о нашей группе три человека из штурмового лагеря решили не восходить а вернуться домой наш индийский друг Шабас очень сильно мерз в своем тонком спальнике поэтому он перебрался жить в домике и там его уже обработали что он за 20 тысяч рублей нанял себе гида для восхождения остальные участники разделились на две группы первая группа это те которые оставляют все свои вещи в штурмовом лагере и налегке забегают на какую-то из вершин и возвращаются назад тем же путем которым и восходили а вторая группа со всеми вещами поднимается на вершину и спускаются уже с южной стороны во второй группе было 6 человек